25-летие «Лукойл» встречает в рамке одной из крупнейших нефтяных компаний мира, которая обеспечивает добычу и переработку нефти и газа, реализацию нефтепродуктов, выработку и реализацию электроэнергии и тепла. Чрезвычайно важно, что во всем мире «Лукойл» заслуженно считается надежным партнером. В ее активе огромная разведанная запасы углеводоводов, мощные предприятия в России и за рубежом, целая армия высокопрофессиональных сотрудников. Сегодня в зале присутствуют люди, которые внесли огромный вклад в развитие компании «Лукойл». Накопленный ценный опыт и высокий профессионализм нефтяников при камне позволяет выполнять самые сложные проекты и добиваться результатов, которые всегда были и остаются на высоком уровне. Уважаемые нефтяники-чернушки, в этот праздник пусть ваши самые смелые планы осуществляются благодаря уборному труду и сплоченной команде. Сердечно желаем вам успехов и радости в вашей ежедневной работе, счастья и здоровья вам и вашим близким. Слово для поздравления и награждения лучших работников предоставляется заместителю генерального директора общества «Лукойл Перм» Владимир Николаевичу Казмову и заместителю председателя объединенной профсоюзной организации «Лукойл Перм» Сергею Дмитриевичу Дмитриеву. Добрый вечер, уважаемые коллеги-нефтяники, добрый вечер и гости. От всей души и от руководства компании, от Олега Владимировича Титякова, примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником, с Днем Работников нефтяной и газовой топливной промышленности и с 25-летним компанией «Лукойл». За те 25 лет, которые компания отработала и за то время, пока она находится в Пермском крае, компания не только укрепилась на территории Пермского края, компания активно развивается, компания развивается во всех направлениях. Мы с вами нарастили добычу за прошлый год до 15 миллионов тонн, мы реконструировали завод и вывели его на лидерские позиции в России, это самый лучший завод в России стал. И входит сейчас он в десятку лучших заводов мира. Мы активно реконструируем заправочные комплексы на территории Пермского края. За последние два года порядка 40 заправочных комплексов, соответственно всем самым высшим международным требованиям. Наш институт в прошлом году влил в себя филиал Печорский, и тем самым численность у института увеличилась в два раза, и это стал самый такой мощный научный центр Лукоила. И он базируется в Пермине. Во многом все делается благодаря вам, вашей работе, вашему труду. Огромное взаимоспасибо. С праздником вас! Сегодня праздник у покорителей земных недр, у дружников нефтяных скважин. И пришло время приветствовать на главной площадке людей, показавших отличные результаты в работе. Мы начинаем церемонию награждения лучших работников общества Лукоил-Пель. Подсчетной грамотой общества Лукоил-Пель награждается Сергей Николаевич Шипцев, мастер по добыче нефти, газа и конденсаторов СДН номер один. А на нашей сцене поднимается Виктор Александрович Игорев, оператор по добыче нефти и газа СДНГ-1. На сцене приглашается Виталий Васильевич Шипицин, оператор по добыче нефти и газа СДНГ-1. Под Валентинбургом на дизвестный подсценту поднимается Василий Иванович Куприенко, слесарь-ремонтник СДНГ-1. Почетной грамотой общества Лукоил-Пель награждается Александр Николаевич Хапов, инженер СДНГ номер один. Почетной грамотой награждается Сергей Михайлович Харшуков, ведущий технолог СДНГ-1. Почетной грамотой общества Лукоил-Пель награждается Василий Иванович Лузианин, оператор пульта управления СДНГ номер два. Дружнее, дружнее, встречаем дорогие друзья, золотых людей. На сцену поднимается Сергей Геннадьевич Турицын, оператор по добыче нефти и газа СДНГ-2. На главную площадку приглашается Альфер Ильганович Гавзалилов, ведущий инженер СДНГ номер три. Чувствуется, есть группа поддержки. Почетная грамота ожидает Алексея Александровича Хеденева. Оператора по добыче нефти и газа СДНГ-3. Почетная грамота общества Лукоил-Пель вручается Владимиру Геннадьевичу Гиммединову, оператору по добыче нефти и газа СДНГ номер три. На сцену приглашается Сергей Владимирович Смирнов, оператор по добыче нефти и газа СДНГ-3. Нам приглашается Росса Саидовна Николаева, ведущая инженер по подготовке производства СДНГ номер три. Встречаем ненужными аплодисментами. Почетной грамотой общества Лукоил-Пель награждается Игорь Леонидович Симонов, инженер по транспорту СДНГ-3. Аплодисменты звучат для вас. Мы продолжаем. Благодарность общества Лукоил-Пель объявляется Алексею Николаевичу Копытову, мастеру по добыче нефти и газа и конденсата СДНГ номер два. Благодарность общества Лукоил-Пель получает ОСИЯ Горкликовиевна Жиринцова, экономист по материально-техническому снабжению Черношинской базы. Благодарственное письмо вручается Анатолию Александровичу Викопшинину, мастера общества «Стройкласс-2000». Уважаемые коллеги, разрешите также присоединиться к уже звучавшим поздравлениям. Мне бы хотелось сказать следующее, что жизнь любого коллектива, любого предприятия не заключается только в производственной деятельности. У работников, у коллектива возникают потребности, социальные потребности, социальные проблемы, которые надо постоянно, систематически решать. И у нас на предприятии, в обществе, они действительно решаются. Для этого у нас есть достойный коллективный договор и положение социальной политики. Поэтому, с вашего позволения, разрешите мне вручить также награды тем нашим людям, коллегам, которые, будем говорить, не совсем, может быть, всегда заметны, но выполняют эту огромную работу. Почетной грамотой профсоюза нефтяной компании «Лукойл» награждается Крылов Сергей Владимирович, председатель церкового комитета, председатель. Почетной грамотой профсоюзного комитета нефтяной компании «Лукойл» награждается Сильнихиной Еленой Петровной. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, я еще раз поздравляю вас всех с Днем работника нефтяной, газовой и топливной промышленности. Тем более у нашей компании в этот год юбилей, 25 лет. Хотя вот если говорить с точки зрения исторической какой-то перспективы, это действительно юный, короткий срок. Но тем не менее, за этот срок нашу компанию узнал весь мир. С праздником и с юбилеем вас! Пусть растет добыча, увеличивается потенциал месторождений, открываются новые возможности, обеспечивающие ваш рост и процветание. Слово для поздравления предоставляется главе Черношинского муниципального района Михаилу Владимировичу Шестакову, первому заместителю главы Куитинского района Андрею Николаевичу Шахаеву и главе Октябрьского муниципального района Георгию Васильевичу Поезжаеву. Мы приглашаем вас на сцену. Добрый вечер, уважаемый Вадим Николаевич, уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности. Но прежде всего от себя, от лица администрации муниципального района я бы хотел поздравить всех вас с вашим профессиональным праздником нефтяной и газовой и топливой промышленности. Действительно, ваша компания на сегодняшний день лучшая компания на территории Перемского края. Вот мы вчера были на мероприятии и ваш руководитель сказал, что несмотря на кризис, компания «Лукоил» на сегодняшний день не только не снизила производство и добыча нефти и газа, но и увеличила. И самое главное, что ваша компания сегодня является социально значимой и тоже, несмотря на все проблемы, компания не только не снизила, но и увеличила социнвестирование наших муниципальных районов. Для вас этот год действительно особенный, потому что компания «Лукоил» «Перемь» сегодня отмечает 25-летний юбилей компании, поэтому я тоже от души хочу поздравить всех работников нефтяной компании «Лукоил» с этим замечательным юбилеем. Мне, как главе Чарушинского района, действительно приятно, что сегодня наш Чарушинский ЦИЦ, самый лучший ЦИЦ на территории Пермского края, который скоро уже будет добывать почти 50% всей добычи нефти на территории Пермского края. Наш первый цех тоже среди 11 цехов, самый лучший, по производству и добычу нефти. Это не мои слова, это слова руководителя нашего крупного предприятия и руководителя первого цеха, потому что совсем недавно мы проводили там мероприятия, и те производственные показатели, которые сегодня доводили, они, конечно, нас радуют. Ну и заключение я бы, конечно, хотел бы пожелать прежде всего всем работникам компании «Лукоил» крепкого здоровья, счастья, благополучия, процветания, а если компания «Лукоил» будет процветать, то и наши муниципалитеты тоже будут жить, работать на благо всех жителей наших районов. С праздником, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые друзья! От лица администрации Кудинского района примите, пожалуйста, самые сердечные поздравления с вашим профессиальным праздником. Сказать о том, что компания «Лукоил» социально ответственная, ничего не сказать. Вы строите у нас дворцы, садики, школы, спортивные школы, дороги, всю инструктуру там, где не хватает средств муниципалитетам. Но при этом вы остаетесь теми профессионалами, теми людьми, которые в том числе являетесь, скажем так, поддержкой для своих семей, для своих дальних родственников, ближних родственников. Соседи по районам знают, насколько мы дружны, и наши ЦДНГ тоже неплохие. Хочу пожелать развития вашей компании, и также хочу пожелать, чтобы кандидаты, депутаты уже сбросили свои форматы кандидатов, стали депутатами и лоббировали интересы своих округов. Счастья вам, удачи! Добрый вечер, дорогие нефтяники! Также очень рад поприветствовать вас и поздравить с наступающим праздником нефтяной газовой топливной промышленности. Октябрьский соседний район за последние десятилетия глубоко нефтяной район, где добывается, как и в Чернушке, более миллиона тонн. Присутствует огромный поток газа, поэтому я даже не хочу представлять, что бы было, если бы вас не было. Я всегда представляю только одно – мы и вы – это одно и то же. Это на многие десятилетия, это правильно, потому что с вами весело, с вами надежно, с вами интересно, с вами мы просто понимаем, что это жизнь. Так что, дорогие друзья, 25 – это хороший возраст. Хочу пожелать, чтобы никто из нас не ставился, а юбилеи продолжались и продолжались. С праздником нефтяники! АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарим вас за тёплые слова поздравления в этом занятии и почётные места в наших занятиях. Уважаемые нефтяники, сейчас вас поздравляют ваши партнёры, которые вносят неоценимый вклад в наше общее дело. Мы приглашаем к микрофону директора общества Чернушинской ОТД Александра Николаевича Симонова и директора общества «Стройтехсервис» Александра Михайловича Житникова. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, уважаемые коллеги! Я почему всегда говорю «уважаемые коллеги», потому что всегда транспортники идут бок о бок с вами во все ваши трудные места, во всех ваших буднях, праздниках и ночных каких-нибудь выходах. От себя лично и от коллектива Чернушинского ОТД я хотел бы вас поздравить с этим замечательным праздником, потому что всегда и мы транспортники, чернушинские транспортники подводим какие-то результаты к этому дню. И как Вадим Николаевич заметил, что компания за последние годы динамично развивается в плане добычи, мы это знаем не понаслышке. То есть у нас укрепляются показатели по выходу техники, которые есть, и даже увеличиваются показатели по тем, может быть, направлениям, в которых идет бурение, разработка дополнительных каких-то месторождений. От себя еще раз лично поздравляю с вашим замечательным праздником. Пусть также ваши компании динамично развиваются. Ну а мы всегда вас поддерживаем с всех ваших начинаний. С праздником! Днем Невтяников! Добрый вечер, уважаемые коллеги! От имени коллектива строительных сервиса себя лично поздравляю вас с праздником. Предприятие строительных сервис начало работать в 2003 году, и вот уже 13 лет мы стабильно вместе с вами развиваемся. Те требования, которые определяет нам Локойл Перм, те требования, которые, значит, предъявляются нам, мы их стараемся выполнять, и наша компания также динамично развивается, как развивается Локойл Перм. Благодаря высоким требованиям, жестким требованиям, мы тоже стараемся быть похожими на Локойл Перм, как в части производственных показателей, так в части и социальных каких-то инициатив. Поэтому, в следующий, поздравляю всех вас с праздником удачи, здоровья и успехов. Растите дальше. Мы будем расти с вами. Пусть каждая карта, добытого вами черного золота, пойдет на пользу людям, а ваш нелегкий труд будет вознагражден не только материально, но и вернется для вас личным счастьем. Хорошего вам настроения, успехов в любых начинаниях. Пусть нефтяная компания Локойл растет и процветает. Нас не делили по свету глаз, солнце светило одно на всех. Верили в дружбу, без лишних празд, за мечтою стремились вверх. Люди придумали счастьем запреты, ветер с огненью судьбы не налет. И расчетил на границе большую любовь. Мы единое целое, и дождь, и облако белое, и все, что прожило, пройдено, никем на свете не делим. Мы единое целое, и все, кто в мире, веруя, пройдут сквозь грозы и море легко и зримо. Мы просыпались под дичьиком и ликовались дождем весной. Мы расцветались под городом, но возвращались всегда домой. Люди придумали счастье запреты, ветер с огненью судьбы не налет. И расчетил на границе большую любовь. Мы единое целое, и дождь, и облако белое, и все, что прожило, пройдено, никем на свете не делим. Мы единое целое, и все, кто верит и веруя, пройдут сквозь грозы и молнии легко. Мы единое целое, и дождь, и облако белое, и все, что пройдет и веруя. Прожило, пройдено, никем на свете не делим. Мы единое целое, и все, кто верит и веруя, пройдут сквозь грозы и море легко и зримо. С праздником, дорогие друзья! С днем, нефтяника! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ